На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Кубок Полесья вновь собрал в Гомеле каратистов из Беларуси, Украины и России. Несмотря на пандемию и связанное с ней ограничение, традиционный турнир по киокушинкан каратэ-дони потерял статус международный. А вот в численности предыдущим уступает чуть ли не вдвое. На конкуренции в борьбе за награды это естественно также сказалось, но как отмечают организаторы, это не критично. В списках участников призеры Кубков мира и Европы. Из-за рубежа приехало только две команды по одной из России и Украины. Такие соревнования нужны. Во-первых, это общение с друг другом. И дети познают друг друга, знакомятся. Даже на международных сборах они друг друга рады видеть. И невзирая на такое тяжелое время, вот эту пандемию, где куча запретов и так далее, ну, благодаря совместной такой работе, то есть мы провели переговоры, знали какие документы, как мы благодаря этому приехали. Турнир – это прежде всего рост спортивного мастерства, проверка своих сил и возможностей. И задачи стоят для каждого свои. В враженном возрасте, наверное, все же турнир разноплановый и по возрастам также. И каждый инструктор ставит для своих детей свою задачу. Но в целом все же это крепкий характер. По словам Сергея Мартюхина, предстоящий год обещает быть насыщенным у гомельских каратистов. В планах поездки на международные сборы. Календарь соревнований также будет максимально богатым. В Гомеле состоялся Кубок Беларуси по тяжелой атлетике. Представители нашего региона завоевали на турнире девять наград. Победителями в своих весовых категориях стали Егор Попов и Любовь Демидовец. Серебряные награды завоевали Ирина Летошек, Диана Минкова, Екатерина Андрейковец и Диана Савченко. Амбронза у Игната Павлюковца, Людмилы Дороховой и Елены Сучковой. Восемь медалей завоевали белорусы на международном турнире по вольной греко-римской женской борьбе в Киеве. Бронзу из столицы Украины привезла гомельчанка Мария Мамашук. Единственное серебро на турнире для белорусской команды выиграла Ванесса Каладинская. Кроме того, в активе наших борцов шесть бронзовых медалей. Всего же за награды боролись более 300 спортсменов из 35 стран. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.